Друзья, сегодня я хочу рассмотреть три мифа, которые окружают тему фруктов и особенно тему фруктов на завтрак. Я как доктор натуропатии утверждаю, что фрукты и плоды, а также овощи и зелень, то есть сырая растительная пища, является главной для человека, но не единственной. Я не являюсь противником употребления животной пищи, я и сама ее ем в умеренном количестве и считаю, что она имеет полное право находиться на столе современного человека. И белки, и жиры, и углеводы это нормальные составляющие питания людей, но речь сегодня не о белках, жирах и углеводах, а именно о фруктах и о тех мифах, которые их окружают. Итак, миф первый, это то, что фрукты это огромное количество сахара и это небезопасно для нашего здоровья, особенно если мы едим фрукты на завтрак. Итак, что такое фрукты на завтрак? Это очень легкая пища, наполненная клетчаткой, соком, фруктозой, глюкозой. Для усвоения фруктозы инсулин не нужен. И таким образом, поедая небольшую порцию фруктов на завтрак, мы даем клеткам достаточно питания и энергии, давая им фруктозу и глюкозу. Но при этом нет переизбытка этой глюкозы, потому что в умеренном количестве она все равно нужна нашим клеткам, но мы ее не перебираем. Тогда как поедая на завтрак кашу или хлеб или и то и другое, мы 100% съедаем глюкозу, потому что вареная еда является крахмалистой. Крахмал расщепляются в ЖКТ до состояния глюкозы. Люди не отдают себе отчет в том, что если они даже едят не сладкую кашу и не сладкий хлеб на завтрак, то они все равно поедают глюкозу в большом количестве. То есть, съедая порцию каши или бутерброда на завтрак, люди потребляют больше глюкозы, нежели когда они съедают тарелочку фруктов. Вот почему не стоит бояться фруктов на завтрак. Второй миф – это то, что съедая фрукты на пустой желудок, мы можем травмировать слизистую желудка, а те, у кого есть гастрит, и подавно могут себе очень сильно навредить. Здесь тоже нужно рассматривать разные ситуации. Если у вас гастрит в острой стадии, то, конечно, не стоит его беспокоить фруктами. Если ваш гастрит в ремиссии, то смотря какие фрукты вы будете есть. Если вы будете есть лимон или апельсин, или кислое яблоко, то, конечно, вы можете стревожить ваш гастрит. И лучше этого не делать. Но если вы будете кушать мягкие, сладкие и даже жирные фрукты, такие как бананы, манго, авокадо, финики, то, съедая их в умеренном количестве, вы себе точно не навредите. Если при этом вы еще и пьете какой-то теплый жирный напиток, например, растительное молоко, сделанное из орехов, чай с таким молоком, или даже кофе, например, с молоком из кедровых орехов. Это вполне себе допустимое сочетание. И они не смогут травмировать слизистую вашего желудка, если, конечно, вы не довели себя до состояния язвенной болезни. И, наконец, третий миф – это то, что считают, если съел фрукты на завтрак, значит, очень быстро буду голодным. Это вопрос времени. Когда вы только начинаете перестраивать свое питание и привыкаете к тому, чтобы завтракать фруктами, да, вам очень быстро станет голодно, но это говорит только о том, что фрукты быстро перевариваются, быстро усваиваются. Поэтому никто вам не мешает сделать через час, например, второй завтрак, опять же, фруктами, можно сделать и третий фруктовый завтрак. И это будет совершенно нормально, это будет не избыточное употребление сахара, а, наоборот, легкое питание, которое не будет нагружать вашу пищеварительную систему, но при этом будет давать вам достаточно много энергии. Чем еще хорошо завтракать фруктами для людей, которые активно двигаются, да, то есть не сидят на одном месте, то, что фруктовые завтраки дают достаточно много энергии для такой вот подвижной работы. Но по мере того, как вы будете привыкать и приучать себя завтракать фруктами, вы будете постепенно замечать, что вам уже не так быстро хочется есть после первого фруктового завтрака. И это говорит о том, что ваша микрофлора становится более здоровой, потому что здоровая микрофлора кишечника, она не требует частых приемов пищи и не требует много еды. Чем более здоровыми вы становитесь изнутри, с точки зрения микрофлоры кишечника, тем меньше еды вам требуется, в том числе и фруктовой. Когда я начинала перестраивать свое питание, у меня фруктовых завтраков было, наверное, порядка пяти, даже шести за день, и да, это было очень много. Но таким образом мой организм просто перестраивался. Сейчас я перешла на двухразовое питание фруктами, и один раз я питаюсь какой-то другой едой, то есть вареной или животной. И мне этого количества вполне достаточно. Для того, чтобы прийти к такому состоянию, я прошла довольно долгий путь. То есть вот теперь уже на момент, когда я пишу это видео, это ноябрь 2023 года, это уже 7 лет, как я иду по пути своего становления, моего естественного питания. И, конечно же, моя микрофлора за это время претерпела очень большие изменения. Мне удалось за довольно быстрый период времени решить все свои проблемы с хроническими заболеваниями, с лишним весом. И в немалой степени этому способствовало как раз увеличение количества фруктов в моем рационе. Я никогда их не боялась, я всегда их очень любила. И все детство я мечтала о том, что когда я вырасту большая, я буду кушать одни только фрукты. И вот сейчас я уже взрослая дама, мне 60 лет. Я воплотила свою мечту в жизнь. Я ем фрукты столько, сколько я хочу. Но, как оказалось по факту, что не так-то и много их нужно на самом деле. И интересное наблюдение, что когда мы даем себе достаточно сладких фруктов, любых фруктов, то очень быстро отпадает тяга вот к тем ненормальным сладостям, вредным сладостям, которые раньше вы ели в большом количестве. Я имею в виду все эти кондитерские изделия, выпечку, десерты и прочее. Вот к такому сахару тяга очень быстро уходит. Это вопрос о том, что на самом деле преодоление сахарной зависимости – это вопрос очень быстрого времени. Таким образом, я развеяла эти мифы относительно фруктов. И это не какая-то голая теория. Всё это отработано на моём собственном опыте. Я прошла все этапы становления себя в этом естественном питании. И оно принесло с собой только положительные результаты. То есть на сегодняшний день я считаю себя здоровым человеком. И во многом благодаря тому, что я впустила фрукты в свою жизнь. Внизу, в описании к этому видео, вы найдёте более подробную информацию о том, как можно перейти на такой вид питания, когда можно не бояться фруктов, избавляться от сахарной зависимости, нормализовывать свой вес, не болеть, не иметь никаких хронических заболеваний. И всё это благодаря тому, что вы перестанете бояться фруктов.